Доброе утро, дорогие товарищи! Поздравляю вас с праздником весны и труда. Мир, труд, май! И куда это все делось? Куда делся этот праздник? Куда делись эти демонстрации? Куда нас сгоняли иногда, а в детстве шли с родителями с удовольствием? Непонятно. Все ушло в небытие. Но тем не менее, поздравляю вас с праздником весны и труда и с хорошим настроением. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Нина Матвеева. Поздравляю вас с праздником. Праздник, который теперь уже празднуется практически номинально. То есть вот он и есть, этот праздник, а в реале его нет. Просто это дополнительный выходной день, который иногда совмещают с Днем Победы. Так было. А в наше детство было совсем другое. Ходили на демонстрации, радовались, веселились. Готовили какие-то цветочки, флажочки, шарики. Да. В институте ходили, на работе ходили. А вот уже дети как-то не ходили практически. И когда я дорабатывала свой пенсионный возраст в учебном заведении, приходилось ходить в так называемые митинги. Собирали нас за чем-то непонятно. Стояли мы там. Кто-то с трибуны с высокой вещал о чем-то. Абсолютно ничего не было слышно. И потихоньку все минут 10-15 постоят и растекаются. Я так думаю, когда человек тот, который говорил, заканчивал речь, никого там уже и не было. Ну, может быть, кто-то стоял. Не знаю. Было уже не так весело, было уже не так интересно. То есть вот этот праздник, его как бы, я считаю, похерили. Ну и ладно. Оставили нам один выходной день дополнительный. И за это мы будем благодарны. Нашему правительству могли бы отнять. Правда? Мало ли что у нас по жизни отнимают. Вот. Такое было время. Нам назначали праздники. Потом отбирали эти праздники. Нас учили праздновать так или по-другому. Пели какие-то песни. Да. И всегда вот эти были лозунги. Мир, труд, май. Мир. Это хорошо, я согласна. Когда нет войны. Но мир, он должен быть еще и в душе у человека. А сейчас в связи с этим положением в стране, как-то тревожно всем людям. У всех где-то там, на заднем плане. У кого и на переднем. Чем же все это закончится? Ну, все когда заканчивается. И было бы хорошо, чтобы этот праздник как-то праздновался. Ну, его, в принципе, празднуют там в парках, гуляет народ, веселится. Так сказать, коллективные празднования. Народу нужно что? Хлеба и зрелищ. Устраивают концерты на площадях. Люди гуляют. А вот я тоже пыталась несколько раз ходить. Чуть-то как-то вот не очень весело. Ну, протолкаешься там маленечко. И все. Посмотришь на других. Посмотришь концерт, может быть, немножко. Может быть, в связи с возрастом так теряется такой интерес. Может, другим и нравится. Самое страшное, что основная масса народа почему-то считает, что нужно в этот праздник обязательно выпить его, отметить. Да. Застолик какие-то собирает. Молодежь, конечно, куда-то на выезды ездит. Вот это мир. Труд. Труд это что такое? Это человек работает когда. А вот когда были демонстрации в советское время, песенку-то я воспела из советских времен. Там демонстрации как бы старались пройти трудовыми своими, гордились победами. Столько-то там выполнено планы тогда на стрибунках что-то вещали. Наряжали какие-то машины, за ним шли коллективы с флагами. Интересно всегда было смотреть. А поскольку там, где я жила, время на два часа было раньше, мы успевали на своей демонстрации побыть. Потом приходили домой и смотрели еще майскую демонстрацию. Вот интересно, кто-нибудь смотрел. Вот мне, например, всегда нравилось, когда шли дети там. И как-то они там красиво всяко-разно перестраивались. Перестраивались. И вот я до этого момента ждала, потому что уж больно четко там все было отработано у них. Вот. Да. Такое было время. Мир, труд, май. Ну а май это просто май. Это месяц. И опять же праздник. Мирный праздник. Весны. То есть уже начинается весна полным ходом. Вот. А сейчас? Труд. Где у нас труд? У кого где? У тех, у кого есть земельные участки? Это же обязательно нужно выехать. Посетить. А у кого земля под боком, тот уж давно на ней трудится. Вот. Поэтому приглашаю вас прогуляться немножко по моему садику. Так сказать, посмотреть трудовые подвиги. Это я шучу, конечно. То есть начало огородно-садоводного, так сказать, сезона. Вот. Те, кто смотрит мой канал, тоже, наверное, огородничают. Кое-кто. У всех по-разному. В зависимости у кого какая погода. Погода дребедень. Вон там. Посмотрела я. Снег у некоторых навалил. Казалось бы, не должно уже в это время быть. Даже снеговичков лепит. Вот такое нынче время. У кого цветочки, а у кого снеговички. Ну, ладник. Давайте прогуляемся. Вы видели, как абрикос цветет в средней полосе? Такие цветочки хорошие. Симпатичные. Сначала цветочки, потом листочки распускаются. Да, очень медленно в этом году весна. Ну, начинают потихонечку вступать свои права. Тут вот тюльпанеусы случайно сохраненные. Будем ждать, когда вот этот белый распустится. Сегодня прохладно. Они у них все закрытые сидят. Холдные. Ну, вот первая посадка томатов, помидоров. Сорт, значит, чтоб не забыть. Бычье сердце. Несколько штук. Далее ботяне. И розовые великаны. Там в конце. Но они хиленькие пока еще. Посмотрим, что будет. Ну, вот так. Пока закрыли. Пусть сердцут. Почему закрыли в теплице и закрыли? Потому что пока еще ночь холодно. А днем от яркого солнца они могут еще и сгореть. Поэтому пусть пока посидят закрыты. Они нежные. Красавь домашние. Потом откроем. Тепличка у нас не очень тепла. Да еще и ветер будет колыхать. Но это на улице. Здесь как бы ветра нет. Еще нет у нас там. Кое-чего оторвалось. Вот так вот. Простите помидорки. Ну, вот еще и грядочку посеяла. Морковку с луком. Ну, что? Остается вам пожелать в конце трудовых весенних успехов. Чтобы погода была хорошая. Чтобы было хорошее настроение. На все майские праздники. Всего вам доброго и светлого. Заходите на мой канал. Поздравляйте сегодня всех с праздником. Хоть и праздновать его не разрешают. Но будут все, как партизаны, праздновать. Субтитры сделал DimaTorzok